Я хочу помолиться перед этим уроком. Отец, я почувствую, что это та тема, которую Ты хочешь дать сейчас. И также помолюсь, чтобы Ты говорил через меня. И чтобы было больше понимания, кто Ты есть и каковы Твои планы в этом мире и в будущем этого мира. В имя Ишуа. Это место называется Мессианский Еврейский Библейский Институт. Я бы хотела поговорить на очень особенную тему. Название этой темы – уникальность израильского народа. Я буду говорить об Израиле, о народе израильском, а не о земле. И мы знаем, что Бог дал это повеление церкви, великое поручение. Мы уже много раз читали его на этой неделе. И мы знаем, что намерение Бога в том, чтобы церковь распространяла Евангелие всем народам. И мы знаем, что великое поручение упоминается в четырех книгах Библии. Матфея, Марка, Луки и Диане. И есть только одна народность, которую называют по имени. И Бог сказал, что Евангелие должно прийти в этот народ. И этот народ – Израиль, еврейский народ. Израильский. Вся Библия, начиная от Бытия до Откровения, рассказывает историю просто только одного народа. Рассказывает историю израильского народа. Рассказывает историю. И также о том, что будет в будущем Израиля. И невозможно это сказать о каком-то еще народе. Я сказал это ранее, но хочу, чтобы вы увидели это еще на доске. Библия Короля Иакова на английском, она признаваема. Слово «Израиль» либо «Израильтяния» упоминается 2579 раз. Слово «Еврей» либо «Еврейский» и «Израильтяния» и «Израильтяния» Это очень поразительное количество раз. Сколько раз? Если бы вы нашли слово «Украина» в Библии 2579 раз, я думаю, что вы бы осознали, что у Бога есть особенный план для этой страны. И только один этот факт указывает на уникальность еврейского народа. Но что делает евреями уникальными среди всех остальных народов? Это единственный народ, о котором Бог говорит, которого Бог называет по имени и говорит, что хочет искупить для себя. Бог говорит, что хочет искупить все человечество для себя. Но только один народ упоминается по имени. И это можно найти в 1 Параллель Паминон 17.21. Хорошо. И это говорит, «И кто подобен народу твоему, Израилю?» Единственному народу на земле, к которому приходил Бог. Чтобы искупить его себе, народ. И мы видим из Писания Бог по имени называет Израиль и говорит, что хочет искупить его себе. В библейские времена Бог использовал Израиль, чтобы явить себя окружающим языческим народом. И как он это делал? И как он это делал? Он это делал? Он показывал, что он Бог израиля, и также показывал свою силу в Израиле. И как я раньше сказала, он не избрал Израиль из-за того, что они были самым великим народом. Но они были одним из самых малых народов, самых слабых того времени. И когда он являлся свою силу через них, и когда он уничтожал окружающие народы, люди должны были сказать, что Господь есть Бог. Бог Израиля за них борется. Потому что они осознавали, что тут не только Израиль задействован. И то же самое сохраняется и в наши дни. Еще одна причина, по которой израильтяне уникальны. Бог избрал их как особенное сокровище. Царственное священство. И святой народ. Исход 19, глава 19, стихи 5-6. Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников, народом святым. Вот слова, которые ты скажешь нам, Израилевым. Это не исполнилось абсолютно. Потому что сейчас они не святой народ. И придет еще день, когда это пророчество исполнится абсолютно. Иногда церковь берет эти стихи и применяет это к себе. И это верующие, рожденные свыше. Евреи или неевреи. Вы особенное сокровище. Вы царственное священство. Вы святой народ. Но вы не вместо Израиля. Вы помимо Израиля. Потому что Стрихия заканчивается с этим словами, которые вы должны говорить народу Израильскому. И эти слова ты скажешь народу Израильскому. И когда Бог говорит Израилю, что вы царственное священство, святой народ, особый удел. Он говорил специфически обращаясь к Израилю, а не к церкви. И как вчера я такую иллюстрацию провел с минорой. Что язычники привиты ко всем благословениям, обетованиям Бога. Еще одна причина, по которой юридский народ уникален. То, что им были даны уставы Божьи. Это в Римлянам 3, 1-2. Давайте прочтем. Римлянам 3, 1-2. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им верено Слово Божие. И откровения Божие во всех Писаниях были переданы нам через евреев. И через евреев Бог явил Себя окружающим народом того времени и даже сейчас. И Павел понимал это. Потому что Павел получил это Слово, и он понял, что ему нужно нести Евангелие во все народы. И мы в его Откровении откроем первую главу. И мы будем смотреть в 14-15. 15-14-15. И Романс 1, 14-14 says, И еще в римлянах говорится, что я должник перед греками, перед варварами. Перед мудрыми и неразумными. И так как во мне, и что до меня, я готов проповедовать Евангелие и вам, тем, которые находятся в Риме. И что мы понимаем, мы все часть тела Христова. И у нас есть обязанность делиться Писанием со всеми народами. Давайте посмотрим на следующую причину, почему еврейский народ уникален. Потому что евреям принадлежит усыновление, заветы, дарование Торы, богослужение обетования, of whom are the fathers and from whom according to the flesh. Let's read it. Let's go to Romans 9. Римлянам 9. Romans 9, verses 4-5. 45. Let me read it. Let me just get there. Okay. Предыдущий отрывок был Римлянам, 1 глава 14-15 стихи. Okay. So, who are Israelites? From chapter 4. Who are Israelites? А теперь Римлянам 9 глава, 4 стих. То есть, израильтянин, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужения, и обетования, и их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Аминь. Благословенный во веки. Аминь. So, what we see here, is that through the Jewish people, adoption came to all believers. И что мы видим здесь, то, что через евреев пришло усыновление всем верующим. You see, the Jewish people are known as the children of God. И мы знаем, что еврейский народ, это дети Божьи. И церковь была усыновлена, удочерена Богом. И теперь все мы являемся частью одного дерева. Но вы усыновлены, потому что Бог сказал Аврааму, отцу еврейского народа, что в тебе благословлятся все народы земные. Вы понимаете это? Okay. Alright. The covenants all came through the Jewish people. Заветы, все заветы пришли через еврейский народ. And the covenant that is to come, the Davidic covenant, will also come through the Jewish people and will come, in fact, in Israel itself. Happening in Israel itself. Предстоящий Завет в будущем, он также воплотится через евреев и это произойдет в Израиле. All the law came through the Jewish people, including the Ten Commandments. The priesthood came through the Jewish people. In those days there were priests. In those days there were priests. You know, Caiaphas was a high priest. There were Pharisees who were part of the priests. Также фарисеи, некоторые из них были священниками. We knew, we know that before there were the Kohanim, the high priest, and there were the Levites. Были священники, первосвященники, Levites. And today we have the same. And today we have the same. Today we call them rabbis. Today we call them rabbis. Today we call them pastors. Pastors. We call them ministers. Słuжителями. But it all came through the Jewish people. But it all came through the Jewish people. Because the priesthood came through them. Because the priesthood came through them. Because the priesthood came through them. According to the Scripture we just read. All the promises of blessing came through the Jewish people. What does that mean? That means that every blessing that God promised through Abraham to the Jewish people, comes to every single person who accepts Yeshua as their Lord and Savior. No child of God is exempt from these promises. Every promise to the Jewish people is for every Gentile. Каждое обетование, данное еврейскому народу, относится также к неевреям. И каждому, кто верит в Yeshua. Патриархи. Авраам и Саак Яков. Все были евреями. И через еврейский народ пришел Спаситель. И Yeshua пришел на эту землю как еврей. В восьми дневном возрасте его обрезали. Он пошел в синагогу, прошел бармитзву. Он стал раввином. Он учил в синагогах. Когда он умер, он умер как еврей. Воскрес, он воскрес тоже евреем. Теперь он сидит, одесну отца, тоже как еврей. И когда он возвращается, он возвращается тоже как еврей. И помните тот стих, который я вам показывал? Помните стих, который об этом говорит? Откровение 5.5. И в Откровении 5.5 что-то. Прочтем. Там сказано, что он, лев от колена Иудина, корень Давидов. И как вы помните, книга Откровения была написана примерно через 30 лет после смерти Ишуа. Поэтому даже 30 лет после земной смерти о нем говорят, как о льве от колена Иудина. Поэтому вы не хотите быть антисемитом. Особенно, когда Ишуа возвратится. Еще одна причина, по которой Израиль уникален. Спасение пришло через евреев. Иоанна 4.22 Иисус общался с женщиной в колодце и Он сказал ей, вы поклоняетесь тому, чего вы не знаете. Мы, евреи, знаем, чему мы поклоняемся. Потому что спасение от евреев. Как я сказала раньше, Бог пришел сначала к евреям. Также Он показал свое намерение спасти сначала евреев. Мы читали это в Галатам 3.8 И Писание проведя, что Бог веру и оправдывает язычников. Предвозвестило Аврааму. В тебе благословлятся все народы. Бог послал Ишуа сначала к евреям. И спасение пришло каждому из нас лично через спасителя евреев. Евангелие было распространено через евреев. Потому что все первые христиане, апостолы, все были евреями. Римлянам 11.11 Очень особенный стих. Откроем. Из-за того, что евреи отвергли Ишуа, язычники смогли спастись. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Помните слово на греческом? Меганоито. Никогда. Но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность. И, в принципе, язычники должны сказать евреям спасибо за то, что те отвергли Ишуа. Если бы евреи не отвергли Ишуа, язычники бы не спаслись. Это все часть Божьего плана, о котором мы говорим. Поэтому вот те причины, по которым еврейский народ, сраильский народ уникален. Давайте еще посмотрим то, что Бог говорит о евреях. Во-первых, великое поручение должно начаться с евреев. Дважды Ишуа так сказал, что великое поручение Евангелия должно начаться с евреев. Мы это рассмотрели в учении сначала евреям. Это Луки 24, 47, и Деяния 1, 8. В одном стихе говорится проповедь и покаяние, оставление грехов должно начаться сначала с Иерусалима. А во втором стихе сказано, что вы будете свидетелями меня в Иерусалиме, а потом в Иудее, а потом в Самарии, и до краев земли. И на этом я остановлюсь, потому что мне задали очень хороший вопрос на перерыве. И вопрос такой был, что я пошел в синагогу, и я не знал, как подойти к евреям. И как же я сначала проведу Евангелие евреям? Хочу объяснить вам, что значит сначала евреям. Многие люди думают, что первое, что вы делаете в ночи, before you brush your teeth, before you shave, before you eat, is to go and find somebody who's Jewish. Я думаю, что многие люди думают так, вы утром просыпаетесь, зубы не почистили, не умылись, не покушали. Что вы первое делаете? Идете и ищите какого-то еврея. Проповедуйте ему Евангелие, и then come back and do all those things and start to the day. Это не есть сначала евреям. To the Jew first is a principle that God uses for worldwide evangelism. Сначала евреям это принцип, который Бог использует в мировом евангелизме. And it's a principle of getting his heart for the Jewish people. I go to many churches in South Africa explaining to them about getting the gospel to the Jewish people. Я посещаю многие церкви в Южной Африке и объясняю им, что значит донести Евангелие сначала евреям. И какие ответы я слышу от церковных лидеров, пасторов, да, мы идем во все народы. И когда люди отвечают мне, мы идем во все народы, это значит, что мы идем во все народы, но только не еврейский народ. И если вы не сделаете это приоритетом, донесение Евангелия евреям, вы не пойдете к евреям. Вы не пойдете к евреям просто так. Что это значит? Это значит, донести спасение евреям, его народу. сначала. И нужно понять, что Иисус есть жених. Мы невеста. и что Бог хочет не только свой народ по духу, но свой народ во плоти, во плоти. Он хочет, чтобы они спаслись. И когда я женился, я не говорил, Азет, я женюсь на тебе. Но меня не интересует твоя мама. Меня не интересуют твои братья, сестры. Мне все равно, что это у тебя за семья. Как вы думаете, она бы вышла за меня замуж? Вы смотрите на нее, она головой машет, нет бы я никогда. Если мы, как невеста, любим жениха, то как же мы, как церковь, можем отвергнуть его семью? Вы не можете принять жениха и отвергнуть семью его. И еврейский народ является его семьей во плоти. Некоторые из вас никогда не дойдут до еврейского народа. Некоторые люди, которые будут смотреть DVD, тоже никогда не дойдут до евреев. Но вы можете сделать это приоритетом в своей жизни. Не один раз в месяц. Даже, может, не один раз в неделю. Но, может быть, каждый день молиться о молитве еврейского народа. Мы все должны каждый день молиться о жатве. Мы должны каждый день молиться о том, чтобы Бог выслал делать или на жатву. И я надеюсь, что вы молитесь об этом. Но к этому вы должны добавить следующее. Отец, приведи остаток твоих евреев, верующих. И в то же время выбросить, как бы, сделает делатели вышли на жатву. Потому что вот в чем принцип сначала еврея. Некоторые из вас дойдут до евреев. И вы слышали о церкви Гейтвы. Какая их философия? Стратегия, которую Бог дал им. Когда они едут в какой-то город, сначала они идут к евреям, так же, как делал Павел. Но не каждый призван к этому. Но все призваны к тому, чтобы, по крайней мере, молиться о спасении евреев. И, по крайней мере, поддерживать те служения, которые служат евреям. Как вы их поддерживаете? Молитвуете о них. Предлагайте свое служение им. И если Бог ведет вас, тогда вы можете финансово помогать им. Я уверен, что есть такие организации здесь. Я хочу немножко это прояснить. Это помогает вам? Всем вам помогает? Great. All right. Now, it doesn't stop here. It doesn't stop with the gospel being preached to the Jews first, because Евангелие не заканчивается, не останавливается на том, чтобы проповедовать Евангелие евреям. Потому что Бог запечатлит для себя 144 тысячи молодых евреев. These men are pure, and they're going to be virgins. There will be no deceit in them, and they will be without blame before the Lord. У них не будет обмана, не будет вины перед Господом. And they will not bow the knee to the beast. And they will not bow the knee to the beast. You can read this in Revelations 14. You can read this in Revelations 14. Chapter 1 to 4, I think it is. Revelations 14, chapter 1 to 7. Verses 1 to 7. 14, 1 to 7. Here are Revelations. Again, chapter 14, verses 1 to 7. And 1 to 7. Verses 1 to 7. Now, these 144,000 young Jewish men are going to be used by God to preach the gospel to the Jewish people just before His return. And how do we know that these young men are Jewish? Let's read Revelation 7. Let's read Revelation 7, verse 4. Let's read Revelation 7, verse 4. And I heard the number of those who were sealed. I heard the number of those who were sealed. 144,000. It was 144,000. Of all the tribes of the children of Israel were sealed. Of all the tribes of the children of Israel were sealed. So you see that God has a great, plan still for the Jewish people that will usher in His return. Видите, что у Бога есть великий план для евреев в преддверии Его возвращения. So we can see that the Jewish people are a unique people. Поэтому вы видите, что евреи уникальны. Very quickly, I just want to share that much is owed by the Gentiles to the Jewish people. Очень много чего не евреи должны евреям. Romans 11, verses 25 says, Римлянам 11, verse 25. Perhaps we can read it. Romans 11, verse 25. Romans 11, verse 25. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей. Lest you should be wise in your own opinion. Чтобы вы не мечтали о себе. That blindness in part has happened to Israel. Что ожесточение произошло в Израиле отчасти. До времени, пока войдет полное число язычников. Большая часть евреев останутся слепыми к Иешуа. Пока не войдет полнота язычников. И только когда все язычники спасутся, те, которых Бог хочет спасти, тогда Он снимет покрывало с глаз евреев. Огромное покрывало снимет. Сейчас Он приводит евреев поодиночке к себе. Я один из них. Есть намного больше там, которых Он хочет спасти. И я верю, что Он хочет использовать некоторых людей здесь для этой цели. Поскольку Бог ослепил глаза евреев к Иешуа, и поскольку они отвергли Его, верующие могут спастись, прийти к спасению, быть привитыми к маслине. Без евреев у нас бы не было заветов, не было бы закона, не было бы Библии, потому что вся Библия полностью начиная бытие до Откровения было написано евреями. Единственное исключение книга Луки и Деяний, но Лука был прозелитом. Он обратился в иудаизм. Поэтому вся Библия написана евреями. Без евреев у нас не было бы патриархов, не было бы пророков, не было бы апостолов, они все были евреями. И без евреев у нас не было бы спасителя, потому что мы видели, что Иисус еврей. И давайте взглянем в небеса. И Откровение 21 главы прочтем. Откровение 21, 12. Это мы посмотрим на небеса. Он имеет большую высокую стену, имеет двенадцать ворот. И на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. Это все евреи, сынов Израилевых. Четырнадцатый стих. Стена города имеет двенадцать оснований. И на них имена двенадцати апостолов Агнса. Все апостолы были евреями. Вы слышали о Дереке Принце? Замечательный муж Божий. Вероятно, один из самых великих мужей Божьих в современности. У меня было привилегие присутствовать во время одного из его учений. Когда он приезжал в нашу церковь в Южной Африке. Он сказал такие слова. Он сказал, я бы не хотел быть антисемитом на небесах. Потому что это будет очень неудобно. Это правда. И мы увидели из этого, что евреи уникальный народ. И также мы знаем, что из-за их уникальности они ужасно страдали. Их преследовали, их убивали. Вчера мы были у Мемориального Холокоста. И там аллея праведников была. Не так давно в этом городе евреи страдали. Их убивали, мучили. Потому что они уникальный народ, используемый Богом. И дьявол захотел бы всех уничтожить. Мы раньше это уже видели. Учения. Что еще последнее, могу сказать, уникальное, удивительное о евреях. Поскольку Бог заключил завет с Авраамом, то сатана пытался уничтожить его потомков. Украины были рассеяны по всему миру. За последние 20 столетия рассеянием было. Их преследовали, гнали, убивали все это время. Однако только на 20 веке они все еще живы, они все еще существуют. Современный Израиль вот там находится, на юге. Нет? И общая численность евреев по всему миру где-то 13 миллионов. Я не думаю, что можно сказать эти слова о каком-то народе. Если бы вам пришлось собрать всех украинцев, если бы они были рассеяны по всем народам в течение 19 столетий, если бы их преследовали, гнали, убивали, я не думаю, что хотя бы один украинец остался. Сколько много империй возникало и уходило великие империи на протяжении всех веков, однако евреи оставались. Почему? Потому что это народ, избранный Богом для того, чтобы спасти человечество. И многим чему мы должны евреям. Я знаю, что те из вас, кто в этом помещении у вас есть понимание этого. И я знаю, что Бог будет использовать вас для распространения этого послания среди тех, кто ненавидит евреев, среди тех, кто плохо говорит о них. говорит о них. Не принимайте антисемитизм. Не принимайте антисемитизм. Когда вы вместе с людьми вы слышите это, смело стойте за еврейский народ. И когда вы слышите поношение Израиля еврейского народа. Когда вы слышите что только происходит, это хуже, чем Холокост. Каждый день я получаю новости на почту моего из пяти различных источников новости из Израиля. Мне нужно следить за этими новостями, потому что это часть моего служения. Нужно знать, что происходит. И некоторые of the things that I see are horrific. I can't believe that in modern times I read these things. И трудно поверить, что в наши времена это может происходить. Yet I know that they have to happen because the Bible says that antisemitism will rise again. это произойдет, как Библия говорит, снова поднимется antisemitизм. But in the meantime you can stop what you hear. И в определенный момент вы можете остановить то, что вы слышите. You can be bold. Вы можете быть смелыми. You can stand up for the Jewish people. Вы можете стать за евреев. And you can take the gospel to them as well. И можете им донести Евангелие. And then you will stand before the Lord and you will hear well done, good and faithful servant. And then you will stand before the Lord and you will hear and you will hear хорошо сделано, добрый и верный раб. And with that I bless you. And with that I bless you. Amen.